АЛТАЙСКИЙ МЕД Кто виноват? Ответ на этот вопрос ищут мэрии и рядовые горожане. Он не любит, чтобы его с кем-то сравнивали и жалеет, что не хватает времени на творчество. В нашем интервью гость в Шукшинских дней на Алтай, писатель Евгений Водолазкин. Писатель по большому счету трепаться не должен, он должен писать. Это информационный канал «Город» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Алтайский мед в ближайшие месяцы сильно подорожает. По оценкам экспертов, отрасли цена на лакомство вырастет на 30-40%. Причина – низкий урожай из-за плохой погоды. Столь неудачное для пасечников лето последний раз было 8 лет назад. Тогда из-за сильных дождей в самый разгар медосбора алтайские пчеловоды недобрали несколько тысяч тонн мёда. В этом году, прогнозируют местные эксперты, снова возникнет дефицит лакомства. Из-за ливней, которые особенно часто идут в горных и предгорных районах региона, пчёлы не смогли собрать нектар с таёжных дикоросов. Это значит, на рынке не будет особо полезных дягилевого и липового медов. В то же время, стоимость килограмма гречишного тоже ощутимо поднимется. Скорее всего, 250-350 рублей, в зависимости от вида мёда, в этом году будет торговать пчеловод. И уже выше, даже, может быть, в разы, будет торговать ритейл на полках. Неизвестные сбросили с ограждения обновлённого моста через Барнаулку два гранитных шара. Как это произошло, нам рассказали сотрудники охраны торгового центра, расположенного неподалёку. Группа молодых людей гуляла по мосту, и в какой-то момент двое из них сбрасывают первый шар. Спустя 20 минут та же участь постигла и второй. Кстати, сбросить шары не составило вандалам особого труда, несмотря на их солидное около 300 килограммов вес. По словам охраны торгового центра, происшествие случилось между двумя и тремя часами ночи. Сейчас мы можем видеть, что крепление шаров, на которых они стояли, едва ли достигает нескольких сантиметров. Один из шаров, падая, повредил клумбу. На момент приезда нашей съёмочной группы в речную грязи лежал лишь один шар. Сейчас инцидентом занимаются правоохранители. В мэрии факт назвали вандализмом. А в социальных сетях граждане сетуют на то, что мастера не продумали более надёжные крепления для столь массивных украшений. А теперь ещё раз к теме процесса над бывшим вице-губернатором края. Мы следили за ним почти год. Сторона обвинения довольна приговорами бывшему вице-губернатору края Юрию Денисову и его супруге Татьяне. Неизвестно, пока собираются ли адвокаты обжаловать решение и добиваться освобождения своих клиентов в вышестоящем суде. Напомним, Денисова приговорили к восьми годам и одному месяцу в колонии строгого режима. Его жена получила пять лет и один месяц условного срока. Как на протяжении года шли заседания и почему итогом стал обвинительный приговор, анализировала Маруся Загорска. Такого наплыва посетителей в здании железнодорожного суда не было, кажется, никогда. Отвернувшись от многочисленной прессы, начало решающего заседания по громкому делу в коридоре ждала и сама его фигурантка Татьяна Денисова. Жена бывшего вице-губернатора пришла слушать приговор с сумками. Ведь за помощь в получении взяток ей грозил реальный срок. А значит, из зала суда она могла отправиться прямо в колонию. В 2016 году здесь меньше, здесь только 200. 4 марта 2016 года Татьяну Денисову поймали с поличным, когда подчиненная ее мужа передавала ей сверток. Очередная передача денег оказалась спланированной операцией ФСБ Края. Денисов, продолжая реализовывать свой преступный мусор, получил лично от Калашникова часть взятки в виде денег в сумме 250 тысяч рублей. Самые большие суммы вице-губернатор Денисов получал от бывшего директора Института повышения квалификации. Женщина платила, чтобы чиновник вовремя выделял учебному заведению средства, боясь оставить коллег без зарплаты. А вот свидетель по второму эпизоду, директор Барнаульского лицея, сначала уверял, что заплатил 100 тысяч рублей за гараж Денисова, чтобы его не уволили. Но уже во время суда изменил показания, сказав, что одолжил высокопоставленному чиновнику эти деньги. Изначально при даче показаний, сведения о займе не сообщалось, то есть все, что им сообщалось, было зафиксировано в протоколе. А вот суд по этому поводу высказался четко. Свидетель до сих пор находится в психологической зависимости от своего бывшего начальника, поэтому и старается его выгородить. Директор Бийского колледжа рассказал, что несколько лет дарил семье Денисовых дорогие продуктовые наборы. И тоже, чтобы избежать увольнения. Отрицание подсудимой Денисовой возможности употребления в пищу местных деликатесов, спиртных напитков в связи с состоянием здоровья, а что также подтвердили судебные заседания, не обновляет фактов получения взяток продуктовыми наборами, в том числе с указанными продуктами. Именно учтя плохое здоровье Татьяны Денисовой, судья сначала выпустила ее из СИЗО на время процесса, а потом дала условный срок. Услышав это, бывший вице-губернатор впервые за пять часов чтения приговора поднял глаза, улыбнулся и показал пальцем вверх. Сам он получил восемь лет и один месяц в колонии строгого режима. То время, что он уже провел в заключении, зачтут. Если бы несколько вице-губернаторов в Алтайском крае сразу попались, это была бы уже действительно тенденция, которая бы характеризовала регион. А поскольку это в разных регионах, то это лишь говорит о том, что в чиновничьей среде принято так себя вести. Денисовы также должны выплатить серьезные штрафы. Юрий в 4,5 миллиона рублей, Татьяна почти в 2. В счет уплаты государству достанется квартира, 4 в центре Барнаула, а также дорогостоящий автомобиль. Маруся Загорская, Николай Шелко, информационный канал «Город». Еще одна весьма значимая новость недели – «Шукшинские дни на Алтае». Накануне стартовал 19-й Шукшинский кинофестиваль. По красной ковровой дорожке прошли Гарик Сукачев, Виктор Мережко, Анатолий Катенев и другие знаменитости. Специальным гостем фестиваля стала внучка Шукшина Анна. О том, как Барнаул встречал гостей и что ждать зрителям в ближайшие дни, расскажет Илья Кочетков. Хоть бы снова не было дождя, просили собравшиеся у неба. И погода на этот раз пощадила и зрителей, и звезд. Виктор Мережко, сценарист и режиссер Анатолий Катенев, которого многие помнят по фильму «Секретный фарватер», а также актеры Сергей Горобченко, Иван Кокорин, актриса Марина Яковлева. Но самая, пожалуй, долгожданная для многих фигура – музыкант и режиссер Гарик Сукачев, который год спустя после съемок привез фильм «Алтайская песня». Он вошел во вне конкурсную программу. Сукачев вообще явно чувствовал себя как дома. Охотно раздавал автографы, общался со всеми желающими. А вот и почетный гость фестиваля – внучка Шукшина Анна. Она является учредителем фонда имени своего деда. Я второй раз на этой мощной земле. И приезжая сюда, просто хочется жить. Хочется жить, творить и продолжать дело. По ее словам, своего рода эхом Алтайского фестиваля станет конкурс патриотического кино, который ее фонд организует в Москве и Петербурге. В конкурсную же программу 19-го Шукшинского вошло 11 фильмов. Это картины «После тебя» Анны Матисон с участием Сергея Безрукова, драма «Птица» с Иваном Ахлобыстиным, «Время первых» и другие фильмы. По словам председателя жюри Виктора Мережко, параметры для отбора победителя из года в год остаются теми же, исконно шукшинскими. Как ни странно, он должен соответствовать тем принципам, которые Шукшин, Василий Макарович, в своих произведениях чаще толковал, исповедовал, заставлял нас думать. Именно нравственность, правда, душевность, искренность и народность. Заметно, что организаторы вместо погони за звездами первой величины наконец решили развивать фестиваль, что называется «Содержательно». Добавилась программа короткометражного кино. 26 картин можно будет бесплатно посмотреть сегодня и завтра на показах под открытым небом в парке Смертино. Также на Алтай пожаловал целый десант продюсеров. Они проведут мастер-классы по кино. С их участием пройдут и питчинги, презентации проектов молодых кинематографистов, по итогам которых, возможно, запустят в производство новые фильмы. Следующие три дня программа будет традиционно плотной. Зрители ждет больше 30 мероприятий. Наряду с Барнаулом встречи, показы и выставки пройдут по всему краю. С завтрашнего дня торжества переместятся в Биск, Белокуриху, село Смоленское, по Спелиху. Наконец, в субботу фестиваль переедет на родину Шукшина, в село Сростки, где объявят имена победителей. Завершится вечер показом фильма «Гаррика Сукачева. Алтайская песня. Под открытым небом на горе Пикет». Илья Кочетков, Николай Шелко, информационный канал «Город». А накануне днем в библиотеке имени Шишкова популярный российский писатель Евгений Водолазкин встретился с читателями. Для тех, кто не знаком с его творчеством, скажем, что Евгений лауреат самой авторитетной национальной премии «Большая книга». Автор романов «Лавр» и «Авиатор». Он литератор и ученый одновременно. Филолог, большой специалист по древнерусской литературе. Перед встречей с читателями удалось пообщаться с Евгением и нашей съемочной группе. Евгений, здравствуйте. Мы очень рады, что вы нашли время, приехали в наш город, на шукшинские дни. Говорят, что Барнаул чем-то похож на Питер. Сегодня даже такая погода дождливая. Вообще, вы успели прогуляться по улицам Барнаула? Как вас встретил наш город? Мы успели пройти по проспекту Ленина. Подсказывайте, потому что мне это произнести трудно. Дошли до Аби, полюбовались этой рекой. Она прекрасна, она такая какая-то совершенно удивительная. Были в храме, который на проспекте Ленина стоит. Замечательный храм. Вообще, храмы как-то очень красиво здесь. В Барнауле расположены, и они какие-то теплые и радостные одновременно. Насколько вам у нас комфортно? Удивительно комфортно. Вот, собственно, я здесь полдня только, но я чувствую себя дома. Вот, если что, я останусь в Барнауле. Вы приехали на шукшинские чтения. Насколько вам близко творчество Василия Макаровича? Шукшин – это один из моих любимых писателей с давних пор. Больше всего я люблю рассказы его, короткие вещи. Вот, и знаете, это такой как-то… Вот есть авторы, которых считаешь и понимаешь, что это вот родной человек. Он все понимает, что в шукшине для меня важно еще, что у него не просто описание простых людей, или маленьких людей, или чудиков, а у него есть большая доля юмора во всем, что он пишет. А когда человек с юмором, то он не позволяет себе писать глупостей, потому что пафос часто ведет к совершенно странным явлениям и текстам. Вас называют русским марки, самым сравнивают с другими известными писателями. Вот вам листит такое сравнение, или вы считаете, что вы единственный такой? Я не люблю сравнений, потому что не во мне дело. Те, с кем меня сравнивают, я думаю, они лучше. Маркиса я бесконечно люблю, и мне даже как-то неловко, что меня сравнивают с ним. Дело в другом, что на самом деле никто ни на кого не похож. И это понимал Умберто Эко, когда ему моя издательница сказала, а мы с ним беседовали в Италии, когда она ему сказала, что это русский Умберто Эко, его так называют, он сказал, выражаю вам свое соболезнование. И мне кажется, что он прекрасно понимал, что мы занимаемся разными вещами. Дело в том, что нельзя быть кем-то вторым. Нет осетрины второй свежести. Можно быть даже в какой-то небольшой сфере, в каком-то маленьком мире, который ты создал, но надо быть только первым. Первым не по значимости, а по времени. Ты первым приходишь в этот мир, и ты его открываешь для всех. Вот в этом отношении первым мне хочется быть. У меня есть своя сфера, которую я пытаюсь открыть читателю. Например, Древняя Русь, например, Вопросы времени, еще какие-то вещи. И вот мне кажется, что в какие-то закоулки сознания или бытия я пришел первым. Библиотека Шишкова проводила конкурс на лучший вопрос в ваш адрес. Вот мне хочется один из них задать. Какой должна быть книга, написанная сегодня, в 2017 году, чтобы ее читали через сто лет? Эта книга должна быть не сиюминутной. Потому что если писать о состоянии жилконтор или о производстве каких-то лаков и красок, я не знаю, о чем можно писать. Это все вещи, которые могут заинтересовать живущего сейчас. Но через сто лет, я уж не знаю, будут ли лаваки и краски. Может быть, они будут другими, может, вообще ничего не будет. И писать надо о вечных вещах, о душе человеческой. Дело вот в чем, что настоящая литература, она не о космосе, не о консервных банках, не о велосипедистах, она о человеке. Потому что все остальные атрибуты современности, они уходят, они перестанут быть интересны. И только человек остается интересен всегда. И вот это, если человеческое начало глубоко выражено в литературном тексте, этот текст будет востребован через сто лет. А над чем вы работаете сейчас? Что вас беспокоит, волнует, что называется, не дает спать? Да, вы знаете, причем не дает спать в прямом смысле, у меня почему-то бессонница последние недели. Я пишу роман о музыканте, потому что меня всю жизнь тянуло заниматься тем, чего я не знаю, не понимаю. А это способ разобраться в проблеме. Так что, если я напишу что-нибудь не то, то, по крайней мере, сам я... Я не уверен, что я помогу читателю, но сам я буду знать немножко больше. А когда книга будет доступна читателям? Бывают месяцы, когда я в Петербурге 3-4 дня. Причем я не капризный автор, я сажусь и пишу сразу. Мне не нужно ловить вдохновение и прочее. Это как-то с музами очень быстро договариваюсь. Времени нет. Мне нужна как авиатору посадка. Садка на стул, вот, мягкая. И работа. Вот когда у меня немножко больше будет времени, сейчас я отказываюсь от многих удовольствий, поездок, встреч, для того, чтобы все-таки заниматься основным делом. Потому что писатель, по большому счету, трепаться не должен. Он должен писать. Евгений, спасибо за этот интересный разговор. Я напомню, что сегодня мой собеседник Евгений Водолазкин, писатель, участник Шукшинских дней на Алтае. Мы продолжаем рассказывать вам о необычных семьях Барнаула, победителях городского конкурса «О любви говорю бесконечно». И сегодня эта семья, которая еще 6 лет назад была неполной, но благодаря настойчивости 15-летней Марины Золотавиной у ее папы появилась супруга, которая стала для девочки заботливой мамой. Середина дня, обеденный перерыв. Марина выбежала с работы на улицу на несколько минут. Обещала приехать мама, привезти что-то вкусненькое. Мама. Она сразу разглядела в этой молодой женщине по возрасту, больше похожей на сестру, близкого человека. Познакомились в Центре социального обслуживания Октябрьского района. Там работает Ирина Кузнецова. Марина приходила к ней на занятия. Ирина уже тогда начала называть ее мамой. Я сколько ходила, всю защиту, не знаю, а потом как-то раз, смотрю, кольца нет у нее обращального, я такая, о, нормально все. И все, и как бы такая, папе говорю, у нас там такая красоточка есть. Я говорю, надо будет прийти. И все, я ее номер телефона папе дала, он позвонил к ней, пришел дальше, за ней ухаживать начал. Ирина официально развелась со своим первым мужем, осталось жить вдвоем с сыном. Александр воспитывает дочь тоже один. Замечательное обстоятельство для создания хорошей полноценной семьи. Хотя поначалу мужчина проявлял робость, не верил, что у 15-летней дочери наконец-то появится настоящая мама. У него был комплекс, потому что он ниже меня рос там. То есть он, когда увидел мою фотографию, да ты что там, Марина, там к ней вообще не подойти, ты кому меня там это, вот кто она, вот а кто я. То есть вот такое вот было. Ну, сейчас вроде все нормально у нас стало в этом плане. Сейчас переживает сын, подрастает уже по плечу, и говорит, пару лет я что буду делать. К сожалению, сегодня с главой семейства встретиться не получилось. После больничного мужчина вышел на работу и трудится без перерыва. Он был участником Чеченской войны, имеет инвалидность третьей степени, у него сложное заболевание суставов. Но любовь к семье его практически излечила. А для 10-летнего Валера Александр стал другом и настоящим отцом. Ох, в последний раз были на рыбалке совсем недавно. Я же только что вернулся в спортивный лагерь, и он ко мне, родители приезжала, мама, папа. Пошли вместе на рыбалку. Ну, ничего не поймали. Ирина не против, чтобы в семье появился третий ребенок. О нем мечтает и Александр. Но пока силы и возраст позволяют, родители решили поставить на ноги сына и дочь. В выходные, когда все соберутся дома, обсудят планы на ближайший совместный отпуск. Ведь за шесть лет жизни сложилась традиция, от которой семья не намерена отказываться. Елена Кузовкина, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Для профессиональных клубов наступает жаркая пора. Причем в прямом смысле от того, как сейчас поработают игроки на сборах, зависит финальный результат. Впрочем, сборами это сложно назвать. Все команды проводят тренировки в родном для себя регионе. Тему продолжит Кирилл Политов. К компании футбольного «Динамо» и «Алтайбаскет» на этой неделе присоединились хоккейный Алтай и волейбольный университет. Речь идет про сборы. Команда Евгения Бакланова и вовсе после непродолжительных тренировок на стадионе Клевченя приступила к тренировкам на льду. Это был исторический момент. Дело в том, что так рано красностине еще никогда не надевали коньки. Зачастую тренировки в родной арене творца зрелища спорта начинались в конце июля, начале августа. На этот раз в двери для Алтая гостеприимно распахнул комплекс под названием «Карандин-Арена». Удобно и современно. Людовую подготовку все же будут совмещать с работой, как говорят профессионалы на земле. Попробовать себя в деле хоккеисты Алтая смогут через месяц. На 20 августа назначен турнир в Нижнем Тагиле. Новый сезон распечатают в середине сентября. В это же время отыграют первые матчи волейбольный университет. Это высшая лига, в которой как раз и выступают студенты. Итак, 16 и 17 сентября Иван Воронков и компания отыграют домашние поединки. Чуть раньше, 27 августа, возьмут старт в Кубке страны. Это будет общий тур в Белогорье. И все же раньше других откроют сезон футболисты Барнаульского «Динамо». Столь долгожданное для болельщиков событие должно произойти в Омске. Речники, кубок, 1,64 стадии. И так уже третий раз подряд. Дежавю, как будто, впрочем, прошлые два раза для сенебелых сложились более чем успешно. Так что и в этот раз поклонники клуба вправе рассчитывать на победу и, как итог, выход в следующую стадию турнира. Опять же, дежавю в прошлые оба раза «Динамовцам» тоже упадал Красноярский «Енисей». Встреча в Омске назначена на 1 августа. Ждем. Зато дождались поклонники футбола и хоккея ответного матча сразу двух «Динамо». Оба коллектива встречались на льду 1 апреля. Было весело. Теперь ответный матч на этот раз на зеленом газоне. Болельщиков приглашают 22 июля на стадион «Динамо», чтобы посмотреть сразу два «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17 часов ровно. Кирилл Политов, информационный канал «Город». Взрывы жилых домов в России фиксируются каждые 43 часа. Только за последние пять лет погибло более 300 человек. Об этом говорит статистика. В основном, конечно, взрываются баллоны, но зачастую проблема кроется и в засоренных вентиляционных каналах. Что будет, если не решать грязную проблему, смотрите в нашем сюжете. Легкие наших домов – системы вентиляции. Как и легкие человека, они могут заболеть или дать сбой в работе. Грязная вентиляция может стать источником повышенной опасности. Каждый год от взрывов газа разрушаются десятки квартир. Счастье, если в таких ситуациях людям удается выжить. Но ежегодно происходит ЧП, в которых гибнет порой несколько десятков человек. Зачастую причины в нерабочей вентиляции. Частицы несгоревшего газа не выводятся по шахте. И если кухня недостаточно вентилируется, то может произойти взрыв. Семь лет назад такой случай произошел и в Барнауле. ЧП случилось в одном из многоэтажных домов по улице Блушкова. Предположительно, пожар произошел по причине незакрытого до конца вентиля газовой плиты. Скопившиеся пары взорвались при нагревании электрической лампочкой. К счастью, тогда все обошлось и никто не пострадал. На стенке вентканалов оседает пыль, частицы жира, грибок. Со временем толщина вредоносного налета увеличивается. А в большинстве домов вентиляционные шахты вообще никогда не чистили. За несколько десятков лет там скопилось несколько сантиметров грязи. И она станет настоящей зажигательной смесью, если вдруг произойдет взрыв или возникнет пожар. Аллергены, споры грибков и микробы навсегда пропишутся в вашей квартире, если засорена вентиляция. Это один из факторов развития легочных заболеваний. Чтобы в вашей квартире уж точно не запахло жареным, нужно следить за чистотой вентиляции и проводить своевременную очистку хотя бы один раз в год. О погоде. Завтра в Барнауле ночью до 16. Тепло. Днем до 22. На сегодня все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok